Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мне хотелось бы продолжить наш разговор об итальянской карьере Алексея Миранчука. Тем более, что недавно директор Аталанте сообщил, что футболист никуда не уходит и остается в клубе из Бергамо. Таким образом, все вот эти слухи и сообщения о том, что вот-вот Миранчук должен перейти в Дженуа, ничем, к сожалению, не закончились. К сожалению, потому что у меня есть плохое предчувствие, что, скорее всего, Миранчук проведет оставшуюся часть сезона в Италии на скамейке запасных, потому что в Аталанте слишком уж мощная конкуренция. Ну и давайте узнаем, что думают итальянские фанаты на эту тему. Как они отнеслись к тому, что Миранчук остается в команде, видят ли они у него какие-то перспективы, давайте это разберем. Я зашел в Facebook, Twitter и другие соцсети и собрал тут самые интересные комментарии на данную тему. Ну и сейчас зачитаю вам перевод для нашего общего ознакомления. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok Никола Фасану написал С одной стороны, я рад, что Миранчук остался. С другой, я понимаю, что играть он будет очень редко. Лучше бы мы отдали его в аренду, в команду, где он бы стабильно выходил в основе. Энцу Кианезе Мне кажется, что решение оставить Миранчука связано с уходом Гозенса в Интер. Сейчас Песину и Пашалича будут чаще использовать в центре поля, а не в атаке. При этом неизвестно, когда Ильичич вернется на поле. В этих условиях Миранчук может быть полезен. Тем более, что в последнее время он стал играть полезнее и сильнее. Ну, в принципе, последние матчи у Миранчука выдались неплохими, тут не поспоришь. Ну, а касательно Гозенса, ну, имеется в виду, что команда потеряла центрального хавбека, и сейчас Пашалича и Песину, универсалов, будут чаще использовать в глубине полузащиты, а не ближе к атаке. Что, собственно, возможно, и откроет дополнительные опции для Миранчука. Ну, а касательно Ильичича, ну, у него очередная депрессия, и он не может играть в футбол из-за этого. Может быть, ему там прозыка прописать или какого-нибудь другого лекарства. Ну, в общем, ситуация такая. Франческо Катарино, я не пойму Гасперини, он не доверяет Миранчуку, но при этом, видимо, не хочет его отпускать. В чем смысл? На что Сальваторе Матца написал? Смысл в том, что у нас очень много травм и других проблем. Ильичич из-за своих психологических травм не может нормально играть и вообще, возможно, закончит карьеру. И кто тогда у нас будет играть? У нас недавно была встреча, когда кроме Пикколи и Миранчука в атаку больше некого было ставить. Мы должны использовать все наши ресурсы. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, когда все восстановятся, Миранчук будет вообще не нужен. По факту. Марио Дель Клаудио написал. После увольнения Шевченко мне сразу стало понятно, что Миранчук никуда не уйдет. Шевченко был единственным в Джену, а кто хотел подписать Миранчука? Ну, видимо, действительно так. Потому что сейчас есть ощущение, что с уходом Шевченко и с Джену сразу испарились и все возможные варианты с переходом Миранчука в этот клуб. Видимо, действительно, именно Шевченко хотел, чтобы Леша оказался в Генуе. Ну, с намеком на то, что действительно было много новостей, что вот сейчас придет Бога и после этого Миранчук уйдет в другую команду. Но в результате эти футболисты одновременно оказались в клубе, при том, что они конкуренты. Ну, вряд ли, конечно, Гасперини будет менять схему игры, но посмотрим. Майо Бессиле. Видимо, Гасперини впечатлила игра русского в последних встречах. Мне кажется, что именно сейчас Миранчук начинает показывать свой реальный уровень и отдавать его не стоит. Рейно Скотола. Мне кажется, следующие полгода это последний шанс Миранчука закрепиться в составе. Правда, сейчас, после подписания Бога, сделать это будет очень сложно. Ну, Бога, конечно, обострит конкуренцию и Леше будет тяжело, но посмотрим. Может быть, у него все-таки будет шанс в оставшихся матчах этого сезона. Ну, а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну, и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.